Советская армия традиционно полагалась на тяжелые грузовики для обеспечения своей боевой и транспортной мощи. На протяжении десятилетий ключевыми машинами, которыми оснащали войска, были грузовики двух крупных производителей – Миасского завода «Урал» и Камского автозавода «КамАЗ». Несмотря на то, что «КамАЗы» были более популярны среди армейского руководства, опытные водители отдавали предпочтение именно «Уралу». Почему в армии СССР предпочитали «Урал» вместо «КамАЗа»? В СССР всегда ценили технический прогресс и модернизацию существующей техники. В основе государственной политики лежала идея рационализаторства – поиска более эффективных и прогрессивных решений, которые могли бы повысить производительность и дать гражданам больше свободного времени. Это коснулось и автомобильной техники, в том числе военных грузовиков, которые активно модернизировались, адаптировались к новым условиям и задачам. Когда речь заходит о выборе между «Уралом» и «КамАЗом», первым аргументом часто становится тот факт, что «КамАЗ» был предпочтителен для армейского руководства. Причина кроется не столько в техническом превосходстве, сколько в личных предпочтениях министров обороны. Это было крупное и современное предприятие, машины которого имели неплохие характеристики. «КамАЗы» действительно были проще в управлении и эксплуатации, что делало их привлекательными для менее опытных водителей, таких как срочники. Почему же опытные водители выбирали «Урал»? На первый взгляд, кажется странным, что более сложный и капризный в управлении «Урал» пользовался уважением опытных водителей. Дело в том, что за этой привязанностью стоял суровый опыт боевых действий. Основная причина любви к «Уралам» среди опытных военных водителей заключалась в их лучшей выживаемости в боевых условиях. На войне техника проверяется на прочность, и «Урал» демонстрировал большую живучесть по сравнению с «КамАЗом». Главным преимуществом «Урала» в боевой обстановке была его конструкция, капотная компоновка и значительное расстояние между кабиной водителя и передней осью. Это создавало так называемый метр жизни. При наезде на мину передним колесом вероятность гибели экипажа в «КамАЗе» была значительно выше, так как кабина находилась непосредственно над колесами. В «Урале» же взрыв переднего колеса давал водителю и пассажирам больше шансов на выживание благодаря увеличенному расстоянию до места взрыва. Кроме того, капот «Урала» играл роль дополнительной защиты от пуль и осколков, что делало машину более надежной в боевых столкновениях. Для водителей, прошедших реальные боевые действия, эти факторы были важнее, чем удобство и экономичность «КамАЗов». Еще одним важным преимуществом «Уралов» была их проходимость. Эти грузовики могли работать в самых сложных условиях, от снежных равнин до болотистой местности. Высокий клиренс и мощный двигатель позволяли им успешно преодолевать препятствия, где «КамАЗ» мог застрять. Это делало «Уралы» незаменимыми для выполнения задач в труднодоступных местах, что особенно важно для армии. В итоге, выбор между «Уралом» и «КамАЗом» представлял собой противостояние между удобством и безопасностью. «КамАЗы» были проще в управлении, экономичнее и привлекательнее для срочников, которым требовалась машина, прощающая ошибки. Однако опытные водители, прошедшие через боевые действия, отдавали предпочтение «Уралам» именно за их способность сохранять жизнь в опасных ситуациях.